Ориентир на Азию, говорит директор одной из успешных в плане экспорта алтайских компаний по машиностроению. Здесь разрабатывают и производят фотосепарационное оборудование. Поставляют его в 30 стран, в том числе Европу и Америку. Но сейчас ставки на восток. Под нового клиента трансформируют и продукт. Например, в Германии там была история очень важная с взаимосвязью оборудования, с другими машинами в технологии, а на азиатском направлении это менее важно. То есть на это не стоит особо обращать внимание. Здесь более важна сервисная составляющая. И вот тот цифровой сервис, мне кажется, который у нас есть, он должен взлететь. Азиатское направление свободно от санкций. Тема привлекает. И хотя в компании Виталия Савенкова продолжают сотрудничество с давними партнерами из Европы, признают, что выходить туда стало сложнее. Перспективнее смотреть на восток, например, Казахстан, который становится экономическим хабом. Страна предложила релацировать бизнес к себе 401 иностранной компании. В основном из США, Японии, Германии, Швейцарии. Войти в этот рынок сейчас значит составлять конкуренцию мировым игрокам. В некоторых сетях, магазинах продукты из России составляют 30-40% всего объема на полках. Интерес к продукции транспортного машиностроения, оборудования, продукции химической отрасли, в том числе бытовой химии. Мне кажется, это технологическая история, то есть все, что связано с технологией. Казахстан понемножку развивает свое внутреннее производство, поэтому для них важны технологические составляющие. Технологии, промышленное производство, можно идти сельским хозяйством, но эта история будет не сильно простая, потому что именно потому, что они тоже аграрная страна, они тоже защищают свои рынки. У наших стран единое экономическое пространство, что облегчает поставки и делает это направление приоритетным. По традиции, Алтайский край экспортирует сырье и продукты переработки аграрного сектора. Однако сейчас наращивает объемы и промсектор, машина и оборудостроение. И интересует это не только крупные компании. По данным центра «Мой бизнес», который занимается поддержкой среднего и малого предпринимательства, в 2022 году к ним обратилось 734 компании с вопросом выхода за рубеж. С начала 23-го – 433. Спрашивают и о Китае. Прежде на него смотрели, как на неприступную китайскую стену. Сейчас специфика остается, поэтому эксперты рекомендуют сузить масштаб. Зачем вам лезть полностью на весь китайский рынок? Несколько миллиардов вы не охватите. Давайте постараемся найти взаимоотношения между теми или другими провинциями и отработать их запросы. Благо, здесь вы получите двойной приоритет в работе, так как получите поддержку как от центральных в области Китая, так и провинциальных. В Поднебесную ценят алтайские продукты за их экологическую чистоту. Пром-сектору сложнее. Нужно, чтобы оборудование было уникальным и современным. В аграрной сфере покупают все, но продажа продукта переработки будет выгоднее. В таком случае специалисты рекомендуют поставлять не сою, а соевый шрот – пищевую добавку. Или открыть в Китае завод по переработке. Эксперты рекомендуют выходить на торгово-промышленную палату Китая, где иностранцам рассказывают, какие документы и лицензии нужно подготовить и даже предоставляют список потенциальных партнеров. И чтобы стать своим, стоит интересоваться искусством. Это объясняет, почему бизнес в Поднебесной очень любит оригинальность и самобытность. Это мощнейший магнит притяжения бизнес-структур. Это как клуб, где собираются не только любители искусства, но и люди с разными интересами. И это позволяет задействовать очень серьезные, тонкие моменты человеческой личности. Может быть, очень жесткий бизнесмен, но у него есть слабость. Условные картины. Когда он покупает картину, он совсем по-другому раскрывается даже в плане бизнеса. Все чаще предприниматели смотрят и в сторону Индии. Там, по словам экспертов, ценится продукт для среднего сегмента. Впрочем, специалисты подчеркивают, неважно, куда вы зайдете. В любом случае, помимо прибыли, экспорт заставляет компанию развиваться. Мы знаем, какие требования предъявляют те или иные территории. И от этого наше оборудование для других территорий становится лучше. То есть мы фактически улучшаем свое оборудование тем, что для России это тоже важно. Потому что вот эта внешняя информация, информационная и технологическая история, она потом воплощается в оборудование, которое идет на территорию России. Единственное, добавляют эксперты, азиатские партнеры отличаются непредсказуемостью. На переговорах в момент заключения контрактов могут задать совершенно неожиданный вопрос. Но в этом даже есть определенный шарм. Идешь на риск, и если он оправдывается, говорят бизнесмены, дело точно выгорит. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев, День с толком.